Получается три блока вверху, три внизу, и у нас вся перекрыша сделана. Мы разработали такую специальную перемычку арочного типа и опять же сделали два уступа. Уже выпустили часть продукции, видите, вот она готова, и она добавляется в массу при замешивании бетона в определенном количестве. Дальше уголь, и вот сейчас он очистен от колосник бетонный. Вот он, вот работает. Когда кладка сюда вышла, 50 мм, одевается верхняя разделка, были приглашены специалисты с МЧС, которые проверили все эти разделы. Это намного, опять же, облегчает труд печника. Наш учебный класс, где практические занятия проходят, и здесь вот это не колонны, это трубы, и на самом деле здесь 8 труб. Отапливается тоже одной печи, вот она, и здесь все эти печи во время практических занятий собираются и затапливаются в конце уже практических занятий. И получается, что у человека как бы снимается вода от страха. Что она не будет опиться? Да. Ну, и здесь как бы с ними все время присутствует инструктор, он подсказывает, рассказывает, и следующая группа начинает с того, что начинает разбирает эти печи, чистит и выкладывает. И вот от 3 до 4 печей они выкладывают, они все разные по конструкции. И ребята ходят друг к другу, смотрят, что за печень они делают и так далее. Ну, а между курсов мы его используем там под различные хозяйственные нужды. Сейчас у нас идет стройка, вот доски сушили, пропитывали, и чувствуется запах пока. А вот еще про курсы. Вы ведете курсы трубочиста также? Да. То есть, насколько они востребованы, то есть, как набирается ли группы, и где в этом можно применить себя после них? Дело в том, что многие люди, которые начали работать печеньками, они понимают, что им не хватает знаний трубочистных. И курсы мы проводим один раз в год, и, как правило, они набираются даже с запасом. Мы туда комплектуем обычно около 10 человек, и читаем те профессионалы, которые реально занимаются трубочистыми работами, практиками. Это Самоделов Павел, Женя Кудымов, ну, а я читаю пожарную безопасность там. Вот у нас здесь есть учебный комбинат, и они там проходят, и, в общем-то, ребята приезжают очень интересно, как правило, со всего Союза. И часто те люди, которые уже здесь поучились на песняках, они приезжают, как бы, получить дополнительное знание, как трубочистов. Трубочисты, это не только тот, кто трубочистит, обещает. Даже вентиляция, да? Нет, на самом деле, если рассматривать другую структуру трубочистных работ, с точки зрения практической, там самих трубочистных работ от 20 до 30 процентов. Остальное вентиляция, потом общественное питание и так далее. Эксперименты тоже здесь проводите, да? Да. То есть, какие-то разработки печи с подключением. Ну, вот, печь ракетного типа, мы ее называем «Стрекоза-1». Одна комфорка, закладываются дрова, и зимой на ней спокойно можно готовить печь блины прямо. А дымоход вот сбоку, да? Да, вот подсоединяем сбоку, и все. Вот хлебопекарная печь. Это у нас была фирма в Приволзе. Сейчас я вылетела, как она. Мы здесь тоже готовили мясо, прочее, вот она, рабочая. Зашили. То есть, она как экспериментально? Да, мы проверяли, как она работает, что и так далее. Ну, и здесь вот очень редкий инструмент, который мы-то как-то достаточно широко применяем, гильотина. Накалывать кирпич? Особенно в промышленных объектах. Ну, делаем промышленные объекты. Там, если пилить, болгаркой застрелиться. Поэтому вдоль, поперек, как хоть хочешь, да, можно попробовать. Так, сейчас мы найдем такой ненужный кирпич. Так вот, оттуда надо взять. Стой, кучей, возьми. Парочку возьму, чтобы вдоль и поперек. Вот вдоль его положить сначала. Вот, потом поджать вот этими. У нас есть вторая гильотина, это наша, вот так поджать. И теперь резко опустить, резко так. Вот, и показать сразу, как он, видите? Полоса идеальна, можно сказать. То есть кирпичкой так не выстучишь. Ну, конечно. Повдоль, по крайней мере, попортишь. Ну, как, поперек. Так, немного. Немножко приопустить. Нет, приподнять, наверное, да? Да, приподнять, а пилить, ну уж сам понимаешь, что-то в то же время столько есть. Я сейчас хочу попробовать узкую возьмёт. Ну, миллиметров тридцать на оставить. Нет, такой нет, миллиметров тридцать. Вот, подкрутить, подкрутить, чтобы она зажалась. Вот, и теперь резко. Ну, вот здесь видишь. Ну, вот, мелкован, не хватает, да, немного. Да. Подкрутить опять. Да, тут уже технология. Вот, и готово. Вот оно тоже достаточно ровно болгаркой. Ну, понятно, что если печи под штукатурку, вполне это решение. Единственное, поменьше бы она была. Вот так с собой-то. Нет, так ситуация какая. Если поменьше, а у неё нет такого усилия. Да, да, и как бы, поэтому такой вопрос. Но вообще не сталкивался. То есть, это строительное больше советского времени разработки? Ну, мы привезли с Германии такую гильотину. Она просто где-то на складе лежит. Мы с ней иногда пользуемся. Но ситуация какая, что как только мы промышленные особо или крупные печи делаем, она окупается. Вот мы делали промышленную печи, она за первую же печи купилась. Потому что, ну, представьте, столько кирпича напилить. Но колоть будешь, в брак уйдет у тебя, наверное. Нет, в брак, не много. А, ну, да, конечно, да, как кирочка и неудобно, и точности нет такой. Ну, вот видел. Ну, повдоль-то вообще прям идеально. Да. Да, поперёк тоже хорошо, если не тонкий, а, ну, как бы. Половину, да, если брать, то точно пойдёт. Да. А вот здесь сейчас, смотрю, тоже собираете карабан? Да, это кожухи круглых печей. Мы просто тоже, когда у нас появляется возможность, отрабатываем, они собирают, показывают, как кожухи круглых печей собираются. В общем-то, это наш жестянщик делает. Может, здесь есть жестяной цех. Ну, а внутреннюю часть напиливать приходится, или она уже тоже к стандартному кирпичу? Нет, мы не напиливаем, мы обычно, как бы, на объекте это всё делается. И там или колем, или дилетиной, или... Ну, то есть, мы не стараемся это, как бы, сделать... Там толстый... Да, комплект там, потому что там толстый шов, неважно, он хорошо стоит очень, в кожухе. Ну, и очень часто в Петрозаводске, когда идут ремонт жилья, там или меняем круглые печи, или ремонтируем, вот, в то жильё, которое требует ремонта. И мы регулярно участвуем в тендерах, на строительство таких печей, ну, как бы, на ремонт. И, в общем-то, все привыкли. Вот именно, как это, архитектурно восстановлено, как бы, старых, да? Ну, это нет, это просто... Жильё было построено после войны, да? Его нужно отремонтировать, подошло капитальный ремонт. Нужно отремонтировать печи, столько лет работали. Поэтому мы приходим, делаем этот, калькуляции, смотрим, объявляется тендер, мы понимаем, что от нижнего этого нам нет смысла. Ну, а так как мы на этом специализируемся, мы, как правило, тендеры эти все выигрываем. Ну, и делаем очень надёжно, потому что уже здесь все нас знают, и поэтому... 26 лет, в том году было, 27 лет пошёл. Ну, и здесь вот ещё одна ноу-хау, это вот ящики для овощей. Мы их используем в качестве подмастей. Если их развернуть на 180 градусов... Ну, то есть на него можно вставать, и он будет одержан. Да, вот ставь, и второй ящик к нему. Вот, видишь, он сразу, как подмастей растут. А перевозить их вот мало места надо. Понял о чём? То есть сразу по 20... Это надо сейчас ещё 2 снять, чтобы было понятно. Ты 4 ящика бросил, а сразу поднять везёжих места намного меньше занимает. Видишь, когда небольшой объект, леса неудобно, а ящики в багажник бросил. Да, вот сколько допустим. Вот такое место нибудь занимаешь штуки по 4. Да. Если здесь 2, до потолка, как правило, сколько нам надо достать? Ну, здесь нужно поднять... Сантиметров 90, да, да. То есть всего 4-8 штук взял, и... Да, да, и получается, что очень удобно, как бы. Ну, а на них стать за счёт доски... Ну, мы обычно с досочки, в общем, 3 доски там, прихватываем с саморезами. Ну, понятно, это... И всё, используем. Вот у нас бетонная труба собрана. Они как коренные используются? Ну, как коренные, да, да. А вот эти задвижки, это задвижки мы сами делаем, да, под них сделано. Многие приезжают, говорят, что мы печеньками не будем работать. Вот я хочу заказать, знать, да, сам сделать, и как бы, если я печенька займу, чтобы понимал что-то... Перестраховывать. Здесь у нас керамическая мастерская. Светлана у нас самый боевой керамист. И здесь используются два основных метода. Это вот отмин, она сейчас делает брошки, как раз отмином, растительный орнамент. И вот она готовит всё. И второй, это шликерное литьё. Вот там изготовлены формы. Сюда разводится специальная жидкая глина, заливается, отстаивается какое-то время, набирается определённая толщина изделия, потом это сливается, и получается уже такая пустотная форма, которую нам необходимо. Ну, и здесь, как бы, таким образом идёт, вот, в общем-то, изготовление. Дальше идут сушильные шкафы, обжиговые печи. После делается утильный первичный обжиг, и после этого уже, если есть необходимость, мы покрываем глазурью, и делается вторичный чистовой обжиг. Ну, вот, изделия, они видны. Вот мы, это керамические плитки, здесь вот отдельное панно, да. Ну, и делаем специальную плитку, вот, например, на этой печи сделана плитка специальная. Да, вот. Ну, здесь мы проводим различные мастер-классы, вот, результат одного мастер-класса, они здесь придут, на днях дети, да, будут раскрашивать это дело, и мы будем это дело обжигать. Вот, и они такие подарки для своих родителей, как бы, готовят. Ну, и вот, здесь очень интересно, это спецсостав, который, банные камни, которые рассчитаны на прямой огонь, значит, они нагреваются до температуры, выдерживают рабочую температуру их в 1250 градусов. Мы их покрываем глазурью, они накаляются до красна, вот, и, в общем-то, они, такую фишку мы, как бы, делаем. Открываешь каменку, но у тебя там красное лицо, как раз смотрят. Ну, да. Ну, их разработано 6 типов, вот, и можно выбрать, какую, ну, и различные виды глазури, и потихоньку мы их реализуем, как бы. Ну, то есть, попадание воды вообще не страшно? Нет, никаких вопросов нет. Они выдерживают очень высокие температуры, мы, чтобы они отливались, добавляем туда специальный состав пластификатора, и хорошо они стоят. Ну, и разработана вот керамейка, то, что мы активно применяем в печах, как дополнительные какие-то украшения, вещи, и, в общем-то, они могут быть как глазурованные, так и не глазурованные, различные цвета по глазури. И, в общем-то, это, конечно, сразу улучшает резко внешний вид печи. У нас в этом году исполняется ровно 4 года в мае этой керамической мастерской, то есть, еще мы набираем обороты, вот, и поэтому приходится нам, чтобы выжить, делать много всякой сувенирки. Вот, Света как раз делает сейчас броши, ну, и вот там целый, выложена сувенирка, и вот там плакетки, если обратили, тематические. Вот здесь можно посмотреть, это плакетки у нас Петрозаводску, посвящена это Карелии. А, ну, то есть, допустим, исторически, где, как сказать, музейная, где, как она, там всегда есть как раз, чтобы память. Это вот, например, Петроглифы, у нас очень много Петроглифов здесь, и вот мы сделали Петроглифы, и Птицы Карелии сделали, видите, целую серию, как бы. Ну, а здесь вот эта сувенирка вся выложена, чтобы можно было посмотреть. Вот мы зажгли, ставим сюда эту плакетку, вот она, черная, и наблюдаем какое-то время. Ну, примерно минута проходит, она начинает краснеть, потом, как только 30 градусов набирает, она начинает менять цвет. Выше 30 поднимается, она становится красной. А потом, когда печь остыла, она стала опять черной. То есть, печь теплая, видно, что она красная. А если ее прогреть выше 120 градусов, то вот на этой составе появляются такие мелкие пупырышки. И мы говорим, что, ребята, печь-то перетопили. То есть, они не уходят потом? Не уходят, да. Это плакетка-ябедник. Ну, вот она как раз. Да, вот, да, да. А из-за чего меняется цвет? А это специальный состав подобран, который меняет цвет в зависимости от температуры. Ну, здесь у нас вот сделана небольшая лаборатория. И мы испытываем свои материалы, которые мы начинаем применять на различных функциях. Сейчас идут испытания на термоудар вот этого нашего бетона. Ну, сейчас Александра покажет, как они реально проходят. Она открывает муфельную печь. Видите, насколько там все накалилось. Там температура сейчас 900 градусов. И видите, воздух попадает, она остывает. И опускает в воду с температурой 20 градусов. В воде это выдерживается 15 минут обычно. А кубики разные? Нет, одинаковые. И третьи. Сейчас она печь прикроет, чтобы она как бы... И вот там выдерживается. Вода закипает, да, наверное, зато она не успевает, но не хватает. Здесь воды немного, или материала немного. Поэтому она закипает, когда мы, например, испытываем чугунину. Там он много очень тяжело, много набирает. И она вот охлаждается, а потом достается. И смотрим, как себя этот материал ведет. Это такие экспресс-испытания быстрые. Вот, ну, это то, что закипело, да? Вода кипела, за счет кубиков. Ну, вот раньше наши предки так кипятили воду. Камни нагревали в костре, да, и ложили. Например, в ту же берестяное даже ведро. Ага, да, да, интересный эксперимент получился. Вода кипит, да, без подогрева, без всякого. Вот он, видите, начал уже разрушаться потихоньку. Это первый был или уже какой-то? Нет, это у нас восьмой, наверное, восьмой цикл. Вот. Ну, это как бы мы испытываем другой вид цемента. Вот. И как бы... Ну, вот какой вывод можно сделать, что он начал немного крышиться хоть? Ну, ситуация какая? Там есть несколько показателей. Есть разрушение, когда разрушается совсем вот так там дальше. А есть начинается скалываться углы. И следующий момент, сколько теряет он в весе. То есть потерял весе, то есть определенное количество циклов выдержал. Да, да, до и после. Вот. Понятно. И вот он сейчас остывает 10 минут так вот. И потом еще опять на цикл. И вот таким образом прокручивается. И таким образом мы определяемся, с какими материалами, с какими клеями, с какими смесями работать. Ну и здесь вот, например, вот испытывали мы смесь. Видите? Вот она. Вот она много испытаний прошла. Она ничего с ней склеена. Все. И прочно. Ничего не разрушена. А вот то, что в воду погружает, это не сильно агрессивно? Наоборот, это агрессивно. Потому что если остывать в воздухе, ты можешь год проводить этот эксперимент. И это как бы ускоряет, ужесточает. Ну вот, да, это может она на воздухе-то и больше. Конечно, намного больше будет служить. Она на воздухе плавно остывает. А тут здесь термоудар. Это такие экспресс-испытания, но можно сравнить разные материалы. Да, достаточно быстро провести. То есть понятно, что если керамические кирпичи выдерживают там от 4 до 7 циклов, огнеупор там 14-17, а бетон выдерживает там 21-24, так здесь очень просто сделать вывод, что применять. А бетон вот такой, это спецбетон 1250, вот он, 26 циклов. Вот он кубик. После 26 циклов. Да. Что с ним? Фактически он... Он такой же остался, мне кажется, уголочек, если не отлетел, это, наверное, даже механически... Да, может быть, вполне. Я говорю, что... И здесь сразу получается, что ты начинаешь понимать. То есть когда ты все это наглядно увидел, это же у нас описывается, фиксируется все, и потом что-то засомневался, поднимаешь, ага, вот это надо, это сюда такой клей, сюда такую шпаклевку, сюда такой материал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...